Пане Михайловне, слово вам, будь ласка, скажите, чи бачите вы тут, как человек, который понимается на политике, какую-то политическую работу сходу? Да, спасибо большое за вопрос, но, безусловно, здесь у нас, как всегда в стране, происходит борьба между ветвями власти, и, конечно, непонятно почему вдруг офис президента, и президент решил, что они могут фактически переломать волю Конституционного суда. Я не говорю, что в Конституционном суде заседают ангелы, но Конституционный суд – это Конституционный суд. Это независимый судебный орган, который действительно находится над схваткой. И в правом государстве необходимо соблюдать решение суда. Просто то, как мы реагируем на решение Конституционного суда, свидетельствует об отсутствии политической правовой культуры. Но еще хуже, когда политическая правовая культура отсутствует, например, в офисе президента. Это большая проблема. А еще хуже, когда гражданское общество не выступает за высокий уровень правовой культуры, а на одном известном ток-шоу представители просто, ну, фактически подбадривали президента в его позиции вчера. И мы все это видели. Я не могу понять этого, извините. Это первое, то, что я хотел сказать. Второе, когда мы говорим об необходимости перезагрузки суда, это хорошо, но есть конституционная процедура. Нельзя просто по мановению палочки, по желанию президента, просто взять, даже если бы мы были в ситуации 19-го года, когда за президента проголосовало 73% граждан Украины, невозможно взять просто и распустить конституционный суд и созвать тот конституционный суд, который будет тебе приятен. Это просто не работает. Я считаю, что у нас не приживется модель избрания судей обществом. Почему? Потому что у нас есть недоверие к выборам, которые, в принципе, у нас проходят в местные органы власти, в центральные органы власти, ну, законодательный орган власти, в парламент. Посмотрите, например, в Одессе уже неделю, неделю не могут остановить результаты местных выборов. Подчеркиваю, неделю. А вообще, о чем мы можем говорить, когда стороны друг другу не верят, когда постоянно идут сообщения в СМИ о фальсификациях и так далее. Вы представляете, какие-то будут выборы, да? Вот просто какие-то будут выборы. Друзья, если я политично складываю в этой истории, кто кинцевый бенефициар и этого всего выгода набивает? Вот какая кинцевая мета? В офисе президента для того, чтобы сделать ручным, так, КСУ? Смотрите, здесь есть два вектора. Первый, безусловно, есть люди в окружении президента, которые подливают масло в огонь. И считают, что если президент пропустит этот как бы удар со стороны Конституционного суда, значит, он будет считать слабым. А с учетом провальных местных выборов, фактически, президент превращается, пользуясь американской терминологией, в такую хромоутку. И уже даже не стоит говорить о втором президентском сроке, так? Разумеется. И есть еще один вектор. Безусловно, это вектор внешний, которому выгодна вообще дестабилизация ситуации. Почему? Потому что дестабилизация ситуации означает перевыборы в парламент, и перевыборы в парламент, и формирование нового кабинета министров. И при этих обстоятельствах не исключен также вот и мне доверие к президенту.